Всем доброго времени суток! Надеюсь у вас отличное настроение, вы полны энергии, сил и... Чего они будут? И еды! Сегодня мы с вами поговорим о том, откуда вегетарианцы и веганы белрут белок. Мне очень часто задают вопрос, где я беру белок. Я очень давно не ем животные продукты, за исключением молочки. И то из молочки у меня остался только творог, в дальнейшем я его планирую исключить. В обществе распространено такое мнение, что полноценный белок можно получить только из продуктов животного происхождения. Мясо, рыба, курица, творог, яйца. И нельзя получить нормальный белок из растительных продуктов. Причем многие, даже специалисты иногда утверждают, что в растительных продуктах нет полноценного белка. То есть нет полноценного состава нужных организмов аминокислот. Аминокислоты существуют заменимые и незаменимые. И если заменимые, они могут синтезироваться в нашем организме самостоятельно, то незаменимые не синтезируются вообще. Соответственно мы их должны получать извне. Но я анализировала, я проверяла вообще все, весь аминокислотный состав смотрела в продуктах. И реально можно получить полностью весь спектр нужных аминокислот из растительных продуктов. Главный секрет это конечно разнообразие. Потому что если вы будете целыми днями один тофу употреблять, то никакого разнообразия не будет. Нужно совмещать различные виды продуктов. Сегодня я вам скажу мой топ 5 самых любимых и самых лучших продуктов, в которых содержится белок. Первый это тыквенные семечки. В них содержится порядка 30% белка. Семечки жирные, я знаю, но вы не будете их съедать в больших количествах. К тому же этот жир полезен для нашего организма. Он не несет никакого холестерина и там нет никаких насыщенных жиров. В общем семечки в первую очередь. Потому что там содержится много цинка, там содержится железо. Это все необходимо всем, не только веганам и вегетарианцам. Топ 2 это бобовые. В зависимости от типа бобовых будет и количество белка. В ноте допустим белка меньше порядка 15 граммов на 100 граммов. При том, что в чечевице, в горохе и в фасоли там порядка 20-22. Есть еще соевые бобы, в которых еще больше белка. Но они не у всех хорошо усваиваются. К тому же бывает вызывают аллергию. Многие боятся именно этих продуктов. Особенно во второй половине дня. Потому что там очень много углеводов. Но судите сами. Если вы съедаете кусок рыбы, допустим, и тарелку каши. В плане количества белка и количества углеводов это почти то же самое. То есть углеводов в гречке содержится столько же практически, сколько и в горохе. Номер 3 это тофу. Его и можно заменять яйца, если вы жарите овощи, к примеру. Его можно добавлять в десерты. С ним можно делать смузи. И в принципе его можно отдельно даже жарить. Ну, если вы, конечно, едите жареное. Там очень много белка. Там есть тоже жиры. Обычно это порядка 7 граммов на порцию. Но что такое 7 граммов вообще? Что такое 7 граммов жира, если вы не обидаетесь толстыми и жирными стейками? Номер 4 в моем списке это арахис. Арахис это не орех, если кто не знает. Это бобовая культура и в ней тоже очень много белка. При том, что жира примерно столько же, сколько и во всех остальных семечках и орешках. Поэтому с радостью добавляйте арахис. Арахисовое масло это вообще универсальный продукт. Его можно добавлять тоже, как и тофу, везде, где только можно. Арахисовое масло это невероятная вкусная вещь. Оно может быть сладкое, может быть не сладкое. Его можно мазать на хлеб, на бананы, добавлять в кашу. Можно делать с ним пирожные, можно делать чизкейки. Можно есть его просто так. И это мой любимый способ, когда ты берешь сразу арахисовое масло и мажешь на язык. Никакие посредники с этим продуктом не нужны. Считается, что 2 столовых ложки это порция арахисового масла. В 2 столовых ложках содержится 7-8 граммов белка. Обязательно, что, считаю, нужно употреблять, это зелень. В зелени тоже есть белок. Да, конечно, вам придется съесть большую тарелку травы, но это большой плюс. Когда вы съедаете зелень, вашему организму не нужно тратить очень много сил и энергии на то, чтобы переварить тот белок, который там содержится. Потому что он уже разложен, грубо говоря, на аминокислоты. В то время как на переваривание курицы, на переваривание стейка, на переваривание рыбы. Вспомните, сколько времени уходит и какие ощущения после того, как вы съедаете кусок мяса какого-нибудь. Поэтому обязательно употребляйте зелень. К тому же там очень много железа и очень много хлорофила. А хлорофилл, как для растений, да, он помогает транспортировать кислород. И точно так же он помогает нашей крови переносить кислород и полезные вещества, микроэлементы. Ну, в общем, в любом случае зелень должно быть всегда много. Чем больше зелени, тем лучше. Не заморачивайтесь сильно о количестве белка. Много белка, мало белка, разное абсолютно есть мнение, сколько нужно употреблять его. Кто-то считает 8-10%, кто-то считает 30% от общей калорийности рациона должно быть. Зависит все от того, какой образ жизни вы ведете. Занимаетесь спортом или нет, беременные или нет, дети, взрослые или пенсионеры. Все зависит, все очень индивидуально. Но в любом случае не стоит очень сильно об этом задумываться, очень сильно и очень много времени уделять подсчету калорийности, точнее даже не подсчету калорийности, а подсчету белка в вашем рационе. Потому что если вы будете питаться достаточно, именно употреблять продуктов столько, сколько нужно для вашего организма, мало того, что поддержание просто базового метаболизма, там около 1200, 1300, 400, там в зависимости, ну в общем в зависимости от человека. Но еще с учетом того, что вы ходите, двигаетесь, работаете, думаете, с учетом всех этих действий своих вы будете употреблять достаточно калорий, то вы в любом случае будете получать необходимое количество белка. У меня без проблем, вот прям если я не ем молочку и даже бывает иногда, ну не успеваю съесть достаточно еды за день, мало ли там что произойдет, я все равно съедаю порядка 60 граммов белка, поэтому это вообще не проблема. Не заморачивайтесь очень сильно, главное питайтесь разнообразно, вкусно, чтобы еда доставляла вам удовольствие и вы были полны силы и энергии. И в том числе это касается тех, кто занимается строительством своего тела и пытается нарастить мышцы. В любом случае, если вы будете есть один белок, у вас не будет энергии на строительство мышц, то есть у вас не будет энергии на тренировки, последствием чего становится образование новых мышечных волокон. Поэтому следите за своим здоровьем, питайтесь правильно, будьте энергичны, полны сил и желания творить. Пока-пока, заходите ко мне почаще, надеюсь видео было полезным.